как-то аж непривычно первый эфир и на улице светло обычно это время всегда было темновато добрый вечер дорогие братья и сестры строится вас праздником рад всех видеть ну что-то я поторопился несколько минут раньше в эфир вышел сегодня у нас с вами большой праздник сейчас мы быстренько поделимся трансляцией поделимся 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 чтобы кто захочет посмотрит все сегодня у нас с вами троица день рождения церкви я вас всех поздравляю сегодня у нас с вами сугубо праздник потому что церковь в первую очередь это кто глава церкви это это господь что самое главное сегодня мы из ивановского чтения для себя подчеркнули со вчерашнего ивановского чтения которые читали мы на всеначном день и почему так значимо троица мы сегодня попробуем немножко об этом всем поговорить и я думаю у меня даже такая мысль родилась я наверное ближайшее время сделал прям большой какой-то сюжет на youtube канал свой боголюб и потому что часто даже воцерковленные люди не всегда понимают кто такая троица с праздником но если все хорошо слышно если все видно пожалуйста напишите что все слышно видно или чтобы или лайк поставьте не суть важно любой вариант какой для вас приемлем чтобы я понял что все хорошо и мы начнем дальше общаться алексей всем приветствую все вижу что нормально слышно хорошо все благодарю значит у нас сегодня с вами пятидесятница это 50 день по воскресенье христова когда мы помним с вами господь возносился на небеса и услышали такие слова несколько слов и самого христа который мы можем прочитать мы в последнем месте евангелия от матфея идите и научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа то есть господь говорит о полноте троицы что только можно креститься в святую троицу в другом месте господь говорит что не крестится кто не крестится водой духом не войдет царство небесное но что значит духом как получить этого духа сегодня мы это понимаем это таинство миропомазание которые соединены с таинством крещения которым подается благодать дара духа святаго то есть такая духовная движущая сила которая подкрепляет нас на духовную жизнь которая должна быть в боге и с богом вечер добрый приветствую всех кто заходит день пятидесятницы ученики нужно вспомнить что ангелы сказали что стоит ему же галилейский каким господь образом возносит таким и придет и они идут и ждут пока господь пошлет им того утешителя которого обещал господь является между учеников свое и дает этого утешителем и говорит этим духом удержите удержится отпустите отпустится что отпустится что удержится грехи то есть апостолам господь дает такую власть которая несорезмерима что происходит когда получает этого духа апостолы ученики в виде огненных языков видя эта благодать эту это дар духа святаго духа святаго который сходит на них выходя из этой горницы где господь между ними явился они начинают проповедовать проповедовать евангельское слово и после первой проповеди петра уверовала пять тысяч человек то есть насколько велико велика была сила слова знать я сейчас вспоминаю один момент интересный такой вряд ли может быть даже вы сталкивались но вот это такой интересный момент когда дьякона рукополагает священники естественно его облачать белой одежды подобно как бы чистоте такой ангельской и после того как его рукоположат к нему подходят даже старшие священники ну по приветствии даже где-то брать благословение для меня это было удивительно почему такие маститые священники подходят потому что они видят и осознают насколько значима сейчас вот это первичная чистота в котором или в хератоне или в хератесе в зависимости это священник женатый или монах получает благодать священство пресвитерство а тогда это апостолы это ближайшие ученики христа которые получили эту благодать и пошли бросив жребий по всей земле для россии это андрей первозванный для друг для друг ну можно в других всех перечислять потому что все пошли по всей земле неся слово божие евангельское то есть день пятидесятник снискажение святого духа день рождения церкви то есть церкви земной который соединяется церковью небесной в молитве богослужение в евхаристии то есть в литургии но эти некоторые интересные моменты которые многие даже не знают я мои дорогие вижу как вы пишете вопросы я обязательно всех их отвечу зачитаю но сейчас очень хочу важные некоторые моменты озвучить которые некоторые все равно зададут они очень интересны и важны часто спрашивают батюшка как понимать троицы это три бога или это один бог как правильно воспринимать допустим в исламе монотеизм то есть один аллах буддизме ну буддизм я наверно даже брать не буду там бога нету там каждый человек может стать богом перерождаясь реакорнации которую православная церковь не примет не принимает у нас единый один путь который мы должны прожить чтобы предстать перед богом и услышать добрый ответ по нашей усердной праведной жизни которую мы должны предлагать все свои усилия для для того чтобы заслужить царство небесное и вот троица многие не знают недопонимают очень интересно святой авадорофей нам приводит как бы понимание троицы как может единосущие быть что такое единосущие существо в чем это единосущие нераздельность вот привожу пример цитира авадорофея авадорофей говорит что троицу можно сравнить солнечный солнце к примеру солнечный диск это христос которого все видели и даже кто не признает его богом христос исторический был тому подтверждение когда мы читаем симва веры мы читаем при понти пилате то есть исторический факт когда правило понти пилат был христос как личность историческая личность вот солнце это христос который мы видели который дал нам изображать себя то есть сам себе изобразил даже если мы возьмем с обрус нерукотворный спас да наш лучи которые мы иногда видим которые иногда не видим он сравнить с духом святым то свеском завете мы вспоминаем и дух божий носился над водами когда сотворение мира было до примеру в бытие мы читаем в новом завете мы можем вспомнить богоявление когда то есть опять киев троицу можем вспомнить когда богоявление было голос отца с неба был это сын мы возлюбили они уже благоволитие дух божий в виде голубя сошел на сына и сын крестился ему не нужно было крещение потому что крещение символизируя символизируя омовение от грехов какие грехи у христа были у бога какие могут быть грехи никаких но он показал своим личным примером что это необходимо покаяние и духовный рост скажем так вот мы связь видим второе лицо троицы то есть третье даже правильно сказать пашу дух святой до третье лицо второе это сын мы уже это озвучили это солнце лучи это дух а отца с кем ассоциирует с теплом который мы не видим от солнца который исходит но мы его чувствуем и вот в при всем этом солнечный диск лучи и тепло вроде бы они автономны кажется сам по себе но они едины и не раздельны ну можно много далее далее говорить давайте немножко смотрю очень много мы написали поэтому нужно наверно почитать зачитать что мы очень далеко не ушли с праздником с праздником благословите батюшка бог благословит приветствую добрый вечер батюшка я могу поступить в монастырь и я из казахстана монастырь может быть монах ну монастырь принципе можно прийти потрудиться послушником трудником но опять таки тут если вы совершеннолетний тут вопросов нету в любом случае сейчас более строго к этому относится ну такая элементарная безопасность вообще конечно монастырь можно потрудиться как минимум со временем может быть показывать свою благочестивую жизнь и примите монашество иночество монашество кстати недавно был свидетелем свидетелем организации водякона слава богу добрый вечер добрый вечер он до принятия сия звания уже должен был знать свой дальнейший путь то есть монашествую или нет но я вам скажу так что уже в диакона когда рукополагают он уже знает если он неженатый и урок рукополагать он уже однозначно и радиакон это в монастырь в чаще в сыре уже из монастыря делегируют вот есть он женатый это семинарист может быть то в любом случае он белое духовенство и он уже дальнейший путь в любом случае должен уже знает так добрый вечер здравствуйте мир вас миром принимаем с праздником всем спасибо большое что вы мне тот раз открыли мне глаза слава богу шалом мне ма и мим игорь и тебя предсветствую алексей добрый вечер у нас тоже вот монотеизм у нас не монотеизм и у нас не политеизм у нас не многобожий у нас строится единосущная и нераздельная то есть в трех лицах бог един трех лицах отец сын и дух святой в иудаизме а в иудаизме может быть в иудаизме христа не признали как бога они его распяли поэтому остается монотеизм тоже странно так андрей так стран тоже авараминская религия дальше дальше почему многие современные девушки не хотят стать матерями и в том числе не хочу но не могу объяснить почему именно не мог в том числе не хочу и я в том числе господи поймем ну могу предположить утверждать не буду но предположить все более вероятно почему же девушки не хотят стать матерями потому что во первых это определенное бремя которое накладывает труд усердие когда ведь что такое любовь это самопожертвование когда в том числе мамочка берет на себя бремя что лишается каких-то карьерных ростов себя как минимум на какой-то период и вся жизнь его связана с ребенком в том числе и отца не в меньшей степени потому что он берет и на себя ответственность нести крест содержать семью воспитывать детей они прикладывают ответственность только на женщину семья это едино целое в котором как дар божий зарождается ребенок поэтому женщины сегодня они больше карьеристки они хотят больше свободы меньше занятости но это особенно очень такое молодое поколение никто не знаю может грубовато будет звучать не хотят напрягаться а ведь если так сказать на это напряга она в первую очередь в перспективу она в созидание того что радость познания достойного материнства и отцовства это великая радость в которой ты вкладывая огромные труды получаешь огромные и плоды это не одиночество в старости это любовь детей и внуков то есть многое что человек теряет который болен эгоизмом сейчас секунду у меня монитор потух болен эгоизмом хочет что все было для него то есть бездетность в плане эгоизма не того что деточек не не дает господь допустим не всегда даже биологически а может еще по каким-то причинам которые бывают это самообделенность поэтому я думаю нужно помнить что господь не зря дал женщине возможность быть матерью плодиться и множиться не ради похоти ради счастья то есть быть счастью счастьем с мужем счастья с женой счастью ребенка вот когда мы для себя берем с частью счастьев с богом то есть ты часть собой видишь того или иного когда ты счастью с деньгами счастью материальным счастью айфонов машины все 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 вот это быстро текущая и как вспышка радость какой-то они вечности даже хоть какой-то длительной земной то это не счастье потому что сегодня айфон 10 это замечательно а через пять шесть лет это вообще ни о чем и где твое счастье дети это каждый раз счастье ты приезжаешь понимаешь вот мои дети вот я их люблю вот я для них стараюсь это как минимум для некоторых людей ну может быть такая преграда разрушить семью по что папы должен был у ребенка должен быть папа или мама то есть я думаю тут очень важный момент мы затронули и господь благословляет брак в кане галилейский вспомните где первое чудо было совершено в кане галилейский папа господь показывает что это значимо брак но давайте дальше я немножко остановился так в первом главе в бы ты быть и на в бытие в первой главе уже есть тайна о троице там говорится что создадим да все правильно по образу подобию наш то есть множественное число совершенно правильно сегодня видела чисто белого голубя слава богу с праздником себе с праздником темно с праздником так дальше 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 так 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 добрый вечер с праздником дома на божество вот вопрос добрый вечер бачка с праздником скажите пожалуйста можно ли работать дома на божественные праздники вопрос хороший часто задумываем принципе даже актуальный почему говорят что в празднике нельзя трудиться в чем грех тут состоит потому что мы божие потому что мы божие отдаем богу если мы пришли в храм помолились даже если в идеале подготовились достойные и по исповеси причастились мы пришли домой почитали благодарственные молитвы у нас есть физические духовные силы и тогда естественно мы можем дальше трудиться но что к сожалению происходит чаще чаще всего слышишь сегодня праздник нельзя трудиться и он берет пульт в руки начинает бессмысленно проводить свой день за телевизором грех лениться а трудиться не грех поэтому если вы не пошли в храм не отдали богу богова тогда хотя бы не наберитесь греха трудитесь дома уборкой всем остальным другим что необходимо вашему быту помогайте супругам готовьте вкусные приготовления для своих мужей и для деток как же мы же веру и войди на бога отца вседержителя ну вспомните символ веры веру отца вседержителя творца неба и земли это первое и в господа сына божий единородно от отца рожден то есть единственно рожденного а дух исходит от отца но мы духа святаго с отцем и сыном славим поклоняемся и ни в коем случае не принижаем потому что сам христос сказал бог есть дух в том числе температура выздоравливайте валентина так кто явно святого похож мы все цветы святая святым священник поднимает агнец и говорит так я сегодня сделал соседям замечание они мне сказали что после обеда можно я думаю праздник есть праздник причем тут обед но вообще как бы давайте так посмотрим если мы посмотрим по церковному такому времени то у нас допустим воскресенье начинается с вечера то есть субботу вечером на богослужении можно начинаем читать песнопения под воскресенье ежели завтра у нас день памяти святого духа то сегодня мы уже пели песнопения связаны с со святым духом если бы это был какой-то святой то уже на канон канон читается того святого то есть с вечера начинается день памяти почему мы не венчаем в в четверг сейчас дав в пятницу пятница на субботу субботу день всех усопших в среду и в среду под ну к примеру почему они ничего читать во вторник не венчаем потому что переходит что-то я запутался со вторник а вторник и четверг почему не венчаем потому что вечерняя служба допустим утром расписались к примеру да если не в субботу то вечером мы уже вспоминаем среда и пятница это предательство и распятие христа то есть получается уже как бы почти постный принципе постный день начинается естественно поэтому не венчает вторник и в четверг приходящий на постный день поэтому доля истинных что вич и вечера но опять-таки вечер вечером в храме то были смысл вечер не страшно это такой на телу кастов выгодно не выгодно так дальше с хроническим насморком всем дай бог вам здоровьечка кто немачествует вы правы батюшка дети это большая ответственность поэтому и не хочется такой больше ответственности не хочется больше такой ответственности получается у вас были дети и вы избавились от них не совсем логики понимаю понимаете все равнозначно есть ли ну к примеру да такой банальный пример если человек спортсмен то для него в коей-то мере ответственность начать с 5 килограмм но он дойдет до 100 килограмм тренируясь мы берем на себя ответственность рождаем по милости божией детей и мы также вкладываем свои труды душевные телесные материальные и получаем достойный результат верующих любящих бога и нас детей но никто не говорю что будет все легко и просто во всем нужен промысел божий труд и тогда получится достойные плоды здрасте бачка с праздника с празднием дальше 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 так так вы родите потом будете говорить как же вы жили без дитя ну да так у меня мужа нету и будет поэтому и не будет поэтому деть детям неоткуда браться почему будет молитесь в господу в первую очередь божией матери святым петру и февронии и будет у вас все так бачка концент сегодня я первый раз жизни была на троице в храме так рада слава богу очень рад как мне жить если от меня отвращаются многие люди валентина вы просто лишнего не говорите чтобы людей не смущать так дальше так дальше 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 это мужа не будет а детей тем более так дальше 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 за мне это нормально так потому что не за кого замуж выходить нет нормальных наше время для брака не соглашусь если мы говорим что нету нормальных мужчин получается мы с оценивая семья по критерию ненормальной женщины вы скажете почему я наоборот нормально самое лучшее но если вы критерием что мужчины все плохие значит вы не лучше их человек если говорит что есть много хороших мужчин я буду молиться господу он ставили себе духовную цель именно не блудного сожительства а достойно семьи в господи венчанном браке тогда он получает это я на эту тему всегда и уже в предыдущих эфирах рассказывал притчу когда человек едет в автобусе и горит жена злый не жена жена жила начальник злый не жена сварлива дети непослушные все плохо ангел-хранитель стоит за ним и записывает начальный злый не жена сварлива день послушный все плохо вроде же это уже все просил на раз просит опять надо выполнять поэтому не программируйте себе них не не настраивайтесь уже все плохие все хорошие они человека без греха каждый может оступиться и в том числе вы андреевна не идеал господь только идеал но мы должны стремиться к тому что господь нас нам даровал то что мы достойны так секунду дальше 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 вот алексей с вами будет общаться для начала так почему на троице всегда украшает так красиво березами травами ну во первых строится зеленый цвет вы видели патриарховым зеленым как бы в первую очередь как бы ассоциируется строится этот цвет как бы ну так вот в обиходе скажем как минимум пошло ну а троица как бы ну и тут еще наша русская традиция что зелень поэтому в знак благовения мы также украшаем храмы только зеленью ну то числе цветами и тому подобное так так если читаю утренний вечерний молитвы с телефона пока еще не запомнила это грех я думаю это не грех 10 тем более читаете если вы задали вопрос слушаю по что на союзе иногда слушаю там по телефону слушаю тут тоже как бы греха нету но тут нету личного подвига личного усердия потому что по сути за нас все дело это мы как бы сопричастны одно дело это божественная литургия где как господь говорит где двое или трое во имя мы там и я посреди них а здесь ваше личное усердие а с какого ресурса с бумаги вы это читаете с книги то ли это с мобильника ну по мне так не имеет значения главное чтобы это от сердца было то что вы читаете и кому вы обращаетесь давайте мы валентину в покое оставим так батюшка очень давно мой ребенок умею при родах а мы родные пока я лежала в роддоме приняли решение тело малыша захоронить наверное не забирать для захоронения а вот я вижу дальше продолжение не забирать тело для захоронения как замолить этот грех ну тут надо конкретно конечно знать вашу конкретную историю так вот более глубоко в чем суть почему не забрали и много-много других обстоятельств ну канун покаянный читает на исповеди кается в нем добродетель для деток делать допустим в нашем храме есть традиция мамочки жертвуют крестики веревочки там зная что я посещаю детский дом садики школы там и у кого нету я раздаю это бывает там конфетки бывают да много что мамочки там допустим для детского дома иногда игрушки собирают там или какую-то сумму соберут чтобы с ней делать им праздник там стол накрыть аниматоров каких-то для деток нанять то есть вот они добродетелю молятся каяться и добродетель для детей ну как бы вот вам может быть такой живой пример который для вас ирина будет как бы назидателен вот давайте если есть вопросы пишите если нет я вот тут зачитаю один вопрос который мне задали вообще очень много вопросов в этой неделе задавали я как-то немножко прошлый эфир растерялся у меня много таких сторонних было моментов сейчас я уже приготовил несколько вопросов которые мне задавали а вы свои пишите добрый день на днях наш самолет чуть не упал мы выжили хочу сделать татуировку спасибо как церковь относится к татуировкам значит отвечая можно принципе прочитать что я написал ну отвечу чтобы более смотреть на вас во первых ветхом завете книги левит есть я не ошибусь есть такие слова не изображайте нас на теле свое ничего и не не повреждайте его это я говорю тебе бог во первых не изображайте это татуировка ничего не повреждайте это шаромирование то что господь говорит не делайте этого значит это грех опять-таки если мы изображаем а сейчас очень много мы видим у молодежи всякого рода татуировки в чем еще тут заключается грех помимо того что я уже процитировал священное писание мы повреждаем свое тело осмысленно можем и заражение занести не факт что это красиво получится и даже если это где-то в вашем понимании кто хочет сделать эту татуировку к примеру это красиво то не факт что для бога это красиво потому что он уже человека человеку дал жизнь дал красивое тело который на фоне своих комплексов и уныния маловерия мы считаем что она не красиво безобразно давайте задумаемся вот такой элементарный пример для рассуждения мы смотрим на своего ребеночка многие родители имеют детей когда рождается ребеночек разве он для нас некрасив даже если в чем-то он ущербен там какой-то с инвалидностью родился разве он для нас некрасив красив и мы его любим такой как он и есть и господь нас любит такие как мы есть ему одно нужно только о нас что мы трудились во спасении своей души жили в любви взаимопонимании не возле помогали ближним и тогда мы получаем достойные плоды мы получаем добрый ответ от господа поэтому татуировка это порождение и тела и души то что газ против чего господь сказал не делайте это я говорю тебе бог ну давайте тут пока я отвечал на тот вопрос что написали так почему эфир с девушками нет у нас эфиру с девушкой нет у нас в нашем проекте в батюшка лава батюшка любовь есть марина и который читает стихи и скоро я загружу она мне уже стих прислала он у нее учеба она была занята я один стих загружу который она прислала поскольку здесь больше такие ответы вопросы но вообще идея есть хочу я привлечь одну женщину который хорошо готовит чтобы может прямых эфирах особенно когда посты она касту готовила в прямом эфире постное какое-то блюдо которое в принципе было бы вкусно и интересно это такая задумка на будущее так крестик сильно почернел что с ним делать крестиком почистить зубной пастой и носить дальше так может быть окислился элементарно так маникюр это тоже грех ведь это для себя делается не для мужчин неужели нельзя ну давайте так ну есть конечно несколько версий с какими то можно согласиться с какими то нет какие то можно вообще абсурдно посчитать допустим не знаю тут на ваше рассуждение первые такой отрицательный случай который я слышал и читал почему женщины начали особенно европейки краситься они увидели когда ну скажем так Африку стали исследовать европейцы и испанцы в частности то они увидели во время жертвоприношений как женщины обмазывают кровью жертвенной свои щеки руки вот это все в такой окраске и им это понравилось они приехав в Европу стали естественно какие то другими красками используются краситься там мураки мураки и тому подобное но опять таки для чего красить я еще допускаю там ну бесцветный там ногти ломаются или телесного но когда это во первых не ногти а когти ну это отвратительно это по крайней мере для меня для меня для моей души это смущение что женщина она превращается в ну в какой-то мере в животное которая ну простите за прямо то слово которая не ребенка не гладит а царапает если таковой есть ну тут можно можно порассуждать но мнение всей церкви как бы это не нужно скажем так можно это красиво сделать благородно сделать но зачем для себя или для мужчины это уже второстепенный момент так у меня зависло так так не знаю мне вроде все пока стабильно если все хорошо нажмите лайк по любой кто-нибудь один если можно все спасибо большое вижу что все хорошо а посты по каким дням среда и пятница это однодневные также есть там однодневные посты это усекновение главы Иоанна Крестителя спасибо я вижу что все уже хорошо благодарю бывают посты многодневные вот у нас основные посты это четыре великий пост перед Пасхой рождественский пост перед Рождеством Христом Успенский перед Успением Божьей Матери и сейчас у нас уже скоро приближается пост Петра и Павла это вот многодневные посты очень хорошо про готовку в пост я тоже знаю я то не знаю что кушать но я надеюсь что эта женщина согласится картошку и воду так завтрак праздник можно стирать в храм сходите помолитесь придете будете трудиться так батюшка Константин нет у меня когтей все аккуратно я очень рад за вас ну пишите следующие вопросы я еще один озвучу вам который мне писали вопрос так так добрый вечер я к вам обращалась по поводу борьбы с блудными помыслами они слава богу отошли уже практически не терзают исповедь причастием помогли я хотя и понимаю что помысл еще не грех хотя вопрос сразу говорю но в душе такой стыд поселился это ведь господь видел мои мысли и что ими я усложалась и что теперь мне делать хороший вопрос в нас часто бурлят наши плотские эмоции похоти и тому подобное опять таки ну здесь вот в частности вопрос возникал с этой девушкой девушкой так в частности это девушка что есть часто сны блудны потом она просыпалась были грех и рукоблудие в частности ну и все остальное вытекающее вот безусловно нужно нужно в первую очередь осознать то есть сон это как-то небольшой корень который у нас как Иоанн Кроштадский говорит наблюдайте за снаами днем и ночью когда спите когда проснетесь посмотрите в каком состоянии ваша душа если что страшно встаньте помолитесь чтобы и душа ваша успокоилась если блудно что и помолитесь чтобы душа и тело успокоилась если что доброе приснилось поблагодарите господа то есть сон это отображение нашего внутреннедуховного состояния поэтому безусловно призвал ее каяться в этом читать молитву Марии Египетской которая справилась с этим грехом вот а мысли это как вороны мы не можем запретить запретить им летать над нашими головами но можем запретить им ввить гнезда на наших головах то есть пришла мысль блудная мы сразу понимаем что это вредит нашему и физическому и духовному здоровью Господи помилуй меня грешного и читаем Царю Небесному с сегодняшнего дня мы начинаем читать молитву Царю Небесному давайте даже ее разберем немножко Царю Небесному утешителю души истины и же везде сый и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю приди и вселись и очисти от всяких скверных то есть мы призываем святого духа чтобы он осветил благих то есть тех кто прибегает к его помощи просящих и чтобы он пришел вошел в нас и очистил от всяких скверных замечательная молитва на многие также мы читаем молитву на какое-то доброе делание если начинаем Царю Небесный так здесь у нас что-то уже написали так вера так что Алексей я вижу очень общительный но давайте мы все-таки больше чтобы вопросы были если таковые есть все-таки дальше так прислать несколько рецептов вот Вера кстати нам очень благодарю она и в какой-то мере подала нам идею по поводу этих вот видео рецепт просто сделать какую-то отдельную не получается свободную папку чтобы делать эти рецепты но все равно Вера присылайте мне какие-то вот такие вот рецепты я постараюсь куда-то их применить можно хотя бы в нашей же группе батюшка Алла Батюшку Любовь в ВКонтакте там можно сделать раздел так так дальше так батюшка слушаю мне не до вас здравствуйте с праздником здравствуйте все же так батюшка я не знаю ни одной молитвы вот Царю Небесный молитва Семьего вера во что мы веруем очень наш в первую очередь мы учим молитву и Богородица Дева радуйся два предложения молитвы Царицы Небесной так Алексей не когда работы много Андреевна так батюшка скажите какая из молитвы от сглаза и порчи Киприана можно читать обычно да священники рекомендуют читать молитву к святым Киприану мученицы и устине от всяких происков лукавых ну тут понимаете одно дело молитва это замечательно безусловно но если мы не исповеримся и не причащаемся как святые отцы говорят да то душа и тело наше слабнет и лукавым и сотворить с ним все что угодно поэтому нам жизненно и духовно и телесно необходимо причащаться батюшка завтра к терапевту поеду а потом хочу постараться ненадолго зайти затем мама отказывается на причастие ну призывать ее нужно просить нужно здравствуйте батюшка приветствую вас достан Валентина пишите грамотно да не судите не судим и будем вот ну что еще у нас чуть-чуть время есть пишите свои вопросы а я я подготовился я еще зачитаю один как минимум вопрос так мой сын в 29 лет сделал обрезывание и хотел сменить веру принять ислам но он крещеный и венчанный и у него девочка двух лет слушает ничего не хочешь что нам делать в этой ситуации сын хочет принять ислам что делать тяжелая ситуация конечно надо индивидуальную разбирать мне эта женщина еще не ответила какие следствия почему так произошло почему он захотел принять ислам то ли это веяние то ли это желание мимо силы какой-то потому что некоторые говорят ислам боятся ислам не боятся никто не боится ислам можно как братьев именно как людей любить уважать друг и иногда как минимум келейно о них молиться почему потому что они еще не узнали евангельского слова не увидели этого света христова и не пришли на него поэтому судить их обличать обвинять смысла нету потому что мы не идеал а молиться как минимум келейно в разумии господи чтобы они увидели свет христов и приняли святое крещение об этом можно что ответить этой женщине безусловно молиться за сына не отказываться от него не бросать его потому что она мать сегодня у него одно видение завтра другое и где он услышит слова утешения от матери близкого человека поэтому безусловно нужно ей молиться иконе божьей матери царице небесной образы иконы божьей матери прибавление ума чтобы разумился этот человек и все-таки понял что свет христов более всего давайте тут написали я отвечу почему некоторые молитвы очень хорошо понимаю но символа веры нет ну нету у меня видимо ума совсем ума есть у вас ирина возьмите параллельный перевод по-русски чтобы понять и разъяснить себе каждое предложение когда вы будете понимать что вы читаете тогда уже учим по церковно-славянскому языку именно на том языке на котором мы общаемся с богом бог один он не один он един троица святая не разделяем ирина как раз наоборот с него вера очень быстро выучила пару раз прочитала молитвы очень быстро запоминаются стихи как не могу понимать так как молитвы слава богу постараюсь опять уговорить на причастие отец консель у бабы лиды почти почки болят молитесь подкрепи господи лидию бабушка константин прошу ваших святых молитв о прибавлении ума может запомню симва вера а то стыдно мне ну конечно подкрепи вас господи ирина в чем стыд стыд в том что мы еще будучи уже взрослыми людьми крещены практически младенцы мы не научились где-то это вина крестных наших родителей где-то в том числе наша что мы не понудили себя по любви ко господу научиться с ним общаться не призвали какому-то физически который рядом батюшка чтобы он разнести ту или иную молитву по полочкам каждое приложение если хотите давайте в следующей эфире одну-две молитвы прям по полочкам разберем с глубоким ее содержанием пониманием если хотите давайте сделаем в следующем эфире пару молитв так разберем допустим отче наш и царю небесы к примеру если хотите поставьте лайк если нет то по теме будем следующих встреч смотреть хорошо значит в следующем эфире мы про пару молитв прям конкретно разберем почему взрослые так взрослые люди могут себя ведут себя как дети почему взрослые люди ведут себя дети да потому что мы взрослые дети я в том числе вы знаете я вам ну поделюсь таким интересным для меня с одной стороны смешно было с другой стороны это наивность души человека мы украшали храм по троицу это было вот вчера буквально после вселенашнего день сугубо мы еще доукрашали уже трава все было замечательно вот и немножко цветов нам не хватило я уже отъехал остались у нас еще свечницы помощницы в храме которые доукрашали и вот отъезжая от храма я видел как одна прихожаночка прям ускоряет шаг чтобы я увидел какие цветы она несет какие она дома нарвала последний знаете как вдовица последние две лепты несла в храм прими господи ее цветочки ее доброе сердце в первую очередь вот и мне это напомнило как мы в детстве ну допустим себя я смогу когда мне родители подарили автомат игрушечный я вышел на улицу и так вот демонстративно ходил с ним чтобы увидели какой у меня автомат вот так и я увидел в ней вот это вот желание чтобы ее где-то может быть похвалили может быть увидели как она хочет угодить храму богу но вот это порой наивность ее так не хватает потому что когда мы чрезмерно начинаем себя грузить мы не не видим элементарных вещей а элементарные вещи это то что у нас рядом то что у нас есть и многого у других нету ведь посмотрите мы сейчас с вами находимся в общении мы друг в какой-то мере вы видите меня я виду вижу ваши вопросы ваше внутреннее беспокойство но у меня есть радость я вижу а многие не видят многие не слышат вы меня слышите мы не ценим порой что мы имеем то что нам господь дал мы это просто восприним как обыденность а ведь насколько это великие дары бесценные которые мы сами не ценим ну давайте все таки дальше пойдем в общем отвечая на вопрос ведем себя дети потому что мы дети в душе господь сказал будьте таковы как дети будьте как дети потому что таковых и царство небесное чистою тою души мы должны быть как дети давно не заходила на ваш эфир все на работе то поздно сегодня повезло выходной слушать вас эфир интерес слава богу благодарю дальше поехали и да ах ты у меня вообще потухл экран сейчас мы его заведем да я крестилась то уже течка это было 2006 год но к вере иду мелкими шагами как черепаха зато уверенно мелким но уверенно дальше пошли конечно хотим ну давайте я понял что вы там лайки поставили ну это как подтверждение того что вы хотите так вы наверное по русскому языку нет надежда вы валентину не судить она специфический человек у нее есть определенные переживания душевные есть определенные проблемы поэтому давайте мы все таки православные люди будем более понимающих друг к другу относиться я сам бывает ошибки делаю что там далеко ходить кому чего говорить поэтому ну что делать понимаете серафим не вернее серафим не серафим а сергий радонский вообще не мог нормально читать господь сподобил он стал святителем по милости божьей так 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 дорогие так секундочку меня сегодня наш батюшка Александр тоже поддержал даже до слез радостно я думал до слез довел но это хорошо что радостно так секундочку у меня тут маленький технический сбой сейчас я отключу чтобы мне секундочку мои дорогие прошу прощения что отвлекаюсь все замечательно так уже сил нет бороться нужно бороться мои сокровища нам нужно держаться потому что многие держатся за нас нужно держаться мои дорогие так без интернета мир сошел бы с ума от нехватки общения вот наоборот я вам скажу дело без интернета больше живого общения поэтому все развивается больше и взаимопонимание коммуникальность и словарный запас поэтому в интернете есть свои плюсы и минусы так каждый находит себе так общение людям на наше время хватает общения вот я например например нет подруг ни друзей как по потеряла и подругу и все семьи а я одиноко и как-то очень нехорошо я тогда пускаю мысль во-первых не одна вы уже с нами я с вами общаюсь поэтому уже не одна а если взять глобально у вас есть ангел-хранитель у вас есть господь который любит вас которому вы нужны поэтому вы не одна далее но не так же ну как есть так константин это я добрый вечер а почему все батюшки в золоте бывают не лучше ли продать это золотой крест и накормить десять бедняков спасибо за ответ вопрос хороший и он обыденный во-первых это не золото а по золотой жалко что вы не видите он уже здесь вот спереди стерся нижний слой появляется во-вторых вы даже не представляете сколько батюшки и храмы делает добродетелем не в похвалу будет сказано просто как пример в месяц около двадцати килограмм вещей обуви мы отдаем всеми нуждающиеся несколько семей не содержим помогаем продуктами материальными во славу божию кто в детском доме попадает туда или в революционный центр крестим во славу божию безвозмездно можно и дальше и дальше про перечислять сколько много делает православная церковь и поверьте то что имеет в большинстве своем батюшки я именно беру большинство они еще часто сами нуждающиеся вот поверьте на слово они еще сами больше нуждающиеся вы оцениваете тех которые в городах служат или в больших районных центрах у которых более немножко доход это один слой скажем батюшки а если мы большинство возьмем то это выживание вот поверьте это выживание реально и приходится заниматься каким-то дополнительным доходом курочками деревообрабатывающим каким-то деланием это выживание но ты держишься потому что ты понимаешь что ты получаешь гораздо больше ты получаешь то что не купить ни за какие коврижки это общение с Богом это стояние у престола так давайте посмотрим а тут так батюшка а есть такие батюшки которые могут до слез довести бывают разные батюшки и слез радости и по-разному бывает у меня допустим папа священник у него была одна прихожанка она знаете как говорила батюшка говорит когда некоторые шутят вернее когда шутят хочется смеяться когда вы шутите хочется плакать но бывает по-разному опять для каких до каких слез когда ты помогаешь на исповеди когда ты конкретно говоришь в чем человек оправдывается а не должен оправдываться должен каяться и когда ты немножко ковырнул эту рану которую нужно уже просто ампутировать а не лечить тогда бывают слезы но слезы ради Господа не ради меня когда женщина говорит у меня были мужья но я ну вроде как мужья ты говоришь это не мужья это сожители и даже не в законном браке это блуд и когда ты начинаешь развивать эту тему что это блуд который очень вреден для всего и внутреннего твоего состояния и ближних твоих человек начинает понимать что да и появляются слезы покаяния то есть бывает по разному а бывает люди подходят уже плачут и и хотят что сказать и ты два говоришь ну хотя бы один грех назовите в чем вы каетесь они называют и тебе уже этого достаточно потому что ты видишь человек не не из эмоциональности своей плачет там какой-то истерии а именно от сокрушения сердца и когда вот недавно у меня десятилетие было как я священник и так вот это и и и и и и